Всем привет! Мы сегодня пошли с тигрушей и мы решили сегодня его гулять с ним. Отпустить без поводочек, чтобы гулять. Правильно. Мы хотим сегодня попробовать, сделать эксперимент, чтобы наш тигрушенька погулял без поводочка. Да, а то ему вот тут дают, вот тут, тут. Да, все, Полинка уже отцепила поводок и мы даем свободу нашему тигрушке. Да, тигрушенька гуляет у нас. Конечно, очень страшно, потому что он может быть у нас куда-нибудь убежать. Но так как мы гуляем уже очень давно с ним, поэтому он уже понимает, что далеко никуда нельзя уходить. Видите, как он играет? Да, кувырок, наша тигрушка. Привет, тигруша! Всем привет нашим подписчикам, скажи. Ку-ку! Кс-кс-кс! Тигрушка отдыхает. Мяу-мяу-мяу, на зеленой травке. Почему-то никуда он не хочет бежать. Ай, только сказал, и он побежал. Что любит наш тигруша, когда он на улице? Бегать. Бегать. А хочешь за гулями? За гулями, да, за голубями он у нас бегает, за бабочками, за мухами. Да, Полинка? Да. И любит тоже все, да, выхлопляет травку. Валяться на травке он любит, да? Да. Греться на солнышке любит. И травку есть. И кушать травку, да. Почему коты любят травку? Кто знает. Еще у нас очень любят на грязи валяться. Вот так. О, тигруша, ты у нас настоящий тигр. Вот и какой красивый. Вот и. Я пойду сейчас плед расстилать, чтобы с нашим отток полежать. Давай. А пока мы разговаривали, наш тигруша незаметно убежал на дерево за лес. Он сейчас уже спрыгнул, нам нужно его не потерять, самое главное. Ищем-ищем. Тигрушка. Вот он где, наш тигруша. Вот он где. Я его нашла. Вот он где. Ты куда от нас убегаешь, а, малыш? Конечно, переживаний за то, что он потеряется, нету. Но у меня переживания за то, что он может залезть в какой-нибудь подвал. В подвале у нас живут кошки, которые бездомные. Ну, конечно, они вылазят как-то, но там мало ли наш не сможет вылезть. Ну, или подерется с кем-нибудь. Вот сейчас он отдыхает у нас. Дайте, грушенька. Вот сейчас он играет у нас. Идем за котом. Куда кот, туда и мы. Я пришла и... Видите, наш котик без поводочка. Кого-то он там заметил, наверное, птичку. Очень хочется посмотреть, как он поймает птичку. Один раз у нас, кстати, он поймал голубя. Так, это все было неожиданно. Ну, конечно же, я не дала ему дальше его там растрепать, как говорится. Убрала его, и голубь у нас улетел. Живой и здоровый. А так, конечно, это же охотники. Им нравится охотиться, прыгать, бегать за кем-то. Так, куда-то пошел. Улетаем. А ой, так было неожиданно. Машка уже не может быть очень охотник. Не знаю. Вот в этом подъезде живет красивая кошка. Василиса ее хорошее. Да, и наша тигруша с ней хотела познакомиться, но Василиска на него рычала. А тигруша наш ничего не понимал, почему она на него рычит. Сам не понимал. Посмотрел, посмотрел на него. А еще он видел рыжего-очень-а. И рыжего-очень-а, рыжего-очень-а. Вот му-а. Понятно. Иди давай. Тигрушка. Иди. А кто уже смотрел наши ролики с тигрушей, ставьте нам лайки. Говорите, изменился это наш тигруша или нет. Тигруша у нас опять убежал. Ёлы-палы, мы должны за ним сейчас бегать. Вот. Этого я и боялась больше всего. Держи его. Вот в такой подвал у нас он может залезть. И потом мы его оттуда не достанем. Это больше всего, конечно, я за это и переживала. Полинка взяла его на ручки. Врывается котик свобода. Опять удрапал. Теперь у нас удрапал он на дерево. Пойдемте, смотри, как он у нас на дереве будет. Где он? А, слез уже так быстро. Я даже не успела его снять. Где? Игруня, привет! А вот на этой местности у нас всегда очень много голубей. Но в этот раз почему-то их нету. А он, видимо, запомнил это место. И идет сюда, ищет их. Но их нет. Птичкам жарко, наверное. Но я не буду. Такая грязь. И пошел в самую грязь, тигруша. Значит, сегодня мы тебя будем мыть. Да, да. Тигруша любит у нас мыться? Как думаете? Мыться он точно не любит. Потому что я все это не любит. Но любит умываться. Он даже сам просится у нас иногда. Возле туалета стоит, чтобы мы... Он даже у нее трогал варивать и дверь открывать. Он еще говорит, не только мама, а мама. Вот так. И он еще залазит на нашу грязную дверь. И вот так. Да, замок открывает. Это он просится так гулять. Он реально залазит на дверь. И пытается открыть дверь. Вот. Вот залез под машину. Где он там? Не видно, не видно. А я вижу, подойдите, когда у меня как не видите. Вот он, полосачий. Ну, в общем, он где-то там под машиной. Вон сидели все. Едили? Я не представляю, а у вас там холодно или холодно, а у нас очень холодно. С удовольствием бы сейчас поехали куда-нибудь отдыхать, купаться, да, Полинка? Да. Если бы мы сейчас в Алапасе были, то мы бы горели и упали. Да, это конечно же. Так, иди с той стороны смотри. Может, он уже с той стороны вылез. У нас только ближайшая-то лужа. Иди, купайся, Полька. Нет. Да я шучу, ты че. Тут в треогах. Кстати, мы все еще ждем нашего кота, который насидится под машиной. Больше я его отпускать так не буду. Мы решили его выманить поводком. Полинка сейчас будет типа с ним играть. Потому что не вылазит у нас что-то там, видимо, прохладненько. Не хочет. Не ведется он на эти уловки. Наконец-то мы его выманили уже из-под машины. Не успела заснять такой кадр крутой, когда он бегал за голубем. Чуть его не поймал. Залез на дерево еще. Я поняла, почему он сидит под машиной, Полинка. Да, я тоже. Потому что ему там прохладно. Конечно. Там прохладно. Он там сидит. В тенечке. Да. Мы его ждали. Минут 20, наверное, мы его туда выманивали. Всяко-всяко. Кыскали-кыскали. Пришлось его потом просто вытаскивать. Сейчас у нас отдыхает вот в тенечке, на травочке. Мы будем заканчивать наше видео? Нет, мам. Нет? Привет, Кирилл. Как дела? Нормально. Где был? Кота ушла на кати. Кота ушла на кати. Дала кресло к нему привязать. И что, как успехи? Плохо. Палец прижал. Понятно. Кто, кстати, из вас будет кота заводить домой? Вот у нас это вечная проблема. Как выводить до коней? Я, я, я. А заводить у нас никто не хочет, да? Полинка перемещает свое одеялко в тенечек. Рядом с нашим тегрушей. Наверное, мы будем уже закругляться. Нет. Хотим у вас узнать, конечно же, напишите нам, есть ли у вас коты или кошки. Или собачки. Или собачки, да. Или какие-нибудь другие домашние животные. Нам это очень интересно. Пишите нам в комментариях. В комментариях под этим видео. А пока я говорила, тегруша опять уже ускакал. И далеко. Я бегу за ним пока всем. Продолжаем гулять наш тегруша. Опять залезал, кстати, под машину, только уже под другую. Но мы уже так сильно не переживали. Мы просто сели на скамейку и сидели ждали. И на самом деле он просто сиделся там и сам вышел. Пришел к нам. Мы его сейчас умыли. Умыли холодной водичкой, потому что ему жарко. Сейчас он увидел голубей. Вон там голуби. Ну, они уже улетели. А он хотел их поймать. Как жарко ему. Как жарко. Да, тегруша. Жарко тебе. Ну, все наши тегруши нагуляться. Мы его посадили на поводок, потому что надо его занести домой. Мы с вами прощаемся и говорим всем пока.